На календаре 14 января, а это значит, в Воронеже отмечают Старый Новый Год. Почему он старый и какие приятные сюрпризы подготовил нам этот праздник, блокнот отправился выяснять. Отмечаете Старый Новый Год? Да, конечно. По традиции в любом случае соблюдаем. Испокон веков, как родители, приучили всегда. Тигры не верят в Новый Год. А почему он называется Старым? Хороший вопрос. Потому что раньше было другое летоисчисление и дата была другая у него. Но мне так кажется, тигры не отмечают Новый Год. Вы помощники Деда Мороза. Да, безусловно, конечно. В упаковке всех подарков, исполнении мечты, конечно, да. А почему в сладком подарке обычно попадаются невкусные конфеты? Ну, у нас просто Дедушка Мороз, уже, понимаете, немножко старенький. И он не успевает за новыми конфетками, выпусками. И пока что, да, подарки еще бывают не самыми вкусными конфетками. Пожелайте что-нибудь хорошее в Воронеже в наступившем Новом Году. Самое главное, хочется пожелать здоровья побольше. И я думаю, что если будет много здоровья крепкого, то все мечты, цели обязательно сбудутся. И чтобы из двух полосок, оранжевых и черных, чаще были оранжевые. Кто к нам сегодня в город пожаловал такой? Дед Мороз, самый настоящий из Великого Устюга. Очень рады были увидеть самого настоящего Деда Мороза. Скажи, кто такой Дед Мороз? Дед Мороз, он красивый. Подарил тебе подарок в этом году? Подарил. А почему, скажите, Старый Новый Год? Почему он Старый? Ну, потому что вспоминания о Старом Новом Годе. Встречаем Новый Год, ждем лучшего. Да, Тёмка? Кто сегодня к нам в гости приезжал? Дед Мороз. А кто такой Дед Мороз? Волшебник. Отмечаете Старый Новый Год? Да, отметили. Скажите, а почему Дед Мороз не дарит взрослым подарки? Ну, потому что Дед Мороз, наверное, больше любит детей. Почему взрослым Дед Мороз не дарит подарки? Почему дарит? Мне дарит. Какие? Какие загадал, какие написал, дочень подарил. О, вон как. Тебе подарил Дед Мороз подарки? Да. Да, молча, не знак согласия. Каждый в детстве мечтал столкнуться с настоящим чудом и получить за хорошее поведение долгожданный подарок от волшебника. Кстати, он уже припарковал свои сани в нашем городе и подготовил поздравления для всех воронежцев. Волк, смотрю, у вас прям как беговая лошадь. Рысой по лесу носится. Ну, насмешили, дедушку. Спасибо, мои хорошие. Тут с ответным визитом в гости. Славный город Устюг Великий. Сказку мою новогоднюю. Дружными семьями, веселыми шумными компаниями. Приезжайте. Добрым, хорошим гостям всегда рад. И двери сказки моей открыты. Ведь у меня Новый год. Круглый год. Прощаться с вами я очень не люблю. Не буду. А скажу лишь, до скорой встречи, мои родные. Дедушка Мороз, спасибо большое тебе за такие прекрасные слова. Мы будем ждать тебя. Каждый, конечно, у себя дома потомка перед следующим Новым годом. А сейчас, друзья, давайте громкими аплодисментами проводим нашего любимого Дедушку Мороза. И будем широко-широко улыбаться, чтобы он каждого из вас запомнил лицо. И потом вы можете подходить и говорить, Дедушка Мороз, а я там был. С Новым годом! С новой волшебной сказкой! Искренне ваш российский Дедушка Мороз. По ручкам. По коленочкам. Хлопаем. По коленочкам. И вот так машем ручками. И прыгаем, хлопаем. И вокруг себя. И прыгаем, хлопаем. Дед Мороз стал частью нашей жизни, рядом с которым мы всегда дети. Верим в чудеса и ждем новогодних подарков. Это настоящий символ доброты и счастья, который оставляет надежду на лучшее в Новом году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok